Что ж, друзья, следующий урок, и в этом уроке мы с вами разберем контроль нижней карты. То есть, как контролировать нижнюю карту во время тасования. Выглядит это следующим образом. То есть, я просто тасую колоду, тасую сколько мне влезет, но все время нижняя карта остается внизу. Так можно продолжать сколь угодно долго. Сколько бы я не тасовал, нижняя карта у меня все время остается внизу. Этот прием называется контроль нижней карты. Что ж, давайте перейдем, посмотрим, как выполнять этот прием. Итак, друзья, давайте смотреть, как контролируется у нас нижняя карта. Все очень просто. Мы захватываем колоду необходимым нам способом. Не забываем про пальцы. Подушечки среднего и безымянного лежат у меня на нижней карте. Я захватываю колоду вот таким вот образом. Начинаю ее вытягивать. И вместе с этим у меня остаются нижняя и верхняя карта в левой руке. То есть, обратите внимание, я начинаю тянуть эту колоду вниз и вверх. У меня контролируют вот так вот. Большой палец вверх контролирует. А средний и безымянный контролирует низ. То есть, я захватываю и низ у меня ушел. Я могу стянуть нечаянно, например, сверху несколько карт. Это без разницы. Мне необходимо сконтролировать лишь нижнюю. Итак, тянем. И на это дело все натасовывается. То есть, снова тянем. И на это дело все натасовывается. То есть, просто идет стягивание такое. Стягиваем. И натасовываем. Стягиваем и натасовываем. То есть, таким вот образом я могу контролировать нижнюю карту. Сколь угодно тасовать колоду. Но эта карта у меня все время будет оставаться внизу. Что ж, друзья. На этом урок закончен. Переходим к следующему. Переходим к следующему.